МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Развивается спортивная инфраструктура и благодаря федеральному проекту «Спорт. Норма жизни». Главная его цель – привлечь как можно больше жителей к регулярным занятиям спортом. Валикова с этой задачей прекрасно справляется детско-юношеская спортивная школа «Хилье». В 2021 году здесь был построен 25-метровый плавательный бассейн, появились раздевалки с душевыми, зал сухой разминки. Одновременно плаванием могут заниматься более 30 человек. Спортивный кластер дополняет стадион с трибунами для зрителей, хоккейная коробка и площадка ГТО. Здесь более 20 наименований тренажеров, турников и платформ. Насколько популярны эти спортивные объекты у жителей Аликова, расскажем в наших следующих информационных выпусках. В образовательных учреждениях по всей стране до 15 мая будут проходить бесплатные кинопоказы художественных и документальных фильмов о советских спортсменах, участниках и героях Великой Отечественной войны. В программе кинофестиваля Всероссийского проекта шесть фильмов. Анатолий Зимин, учитель бега, король ринга Николай Королев, любовь под грифом «Секретно», «Смечом в Британию», «11 мучеливых мужчин» и блокадный футбол. Этот фильм посвящен знаменитому футбольному матчу, который прошел в блокадном Ленинграде 31 мая 1942 года на стадионе «Динамо». Игра состоялась, несмотря на тяжелейшее состояние изможденных длительной блокадой игроков и стала символом стойкости и мужества советских людей. Пятница – время традиционной рубрики «Мобильный репортер». Далее расскажем о том, какими фото и видео жители Чувашии делились в социальных сетях. Чуть ли не во всех новостных пабликах гуляют видео с дикими кабанами. Пару дней назад стая животных была замечена на Карачуринском кладбище. Парнокопытных умудрились запечатлеть и в городе, в юго-западном районе Чебоксар. Несколько особей обследовали территорию у проезжей части. Жители даже подшучивают в соцсетях. Вышли проинспектировать реконструкцию дороги на Гражданской. Совсем недавно возле торгового центра «Каскад» закрасили знаменитая граффити Нарспи, созданная еще в 2019 году. Однако после этого новый стрит-арт с изображением героини поэмы Константина Иванова появился на набережной Волги в Чебоксарах. Его автор – художник под псевдонимом Василий Чапай. В Чебоксарах продолжается регистрация на фестиваль «Зеленый марафон. Вода России», который состоится 20 мая на Московской набережной. Он будет приурочен ко Дню Волги. В этот день во всех регионах по Волжье пройдут экологические мероприятия. А центром праздника станут Чебоксары. В программе спортивные и детские забеги, старт для любителей северной ходьбы, акция по очистке от мусора берега Волги, интерактивные развлекательные площадки, благотворительная ярмарка, концерт и мастер-классы. Принять участие в марафоне может каждый желающий совершенно бесплатно. Нужно лишь зарегистрироваться на сайте greenmarathon.sberbank.ru Таковы вести к этому часу. Оставайтесь на телеканале «Россия».